всем привет я рада что вы зашли на мой канал и сегодня я предлагаю связать и смастерить вот такие панно на стену это я сделала заранее сегодня мы с вами будем вязать вот таким горчичным цветом салфетку в этом видео мы с вами все подробно разберем шаг за шагом если вам нравится такой панно поставьте большой пальчик вверх мне будет очень приятно не забывайте подписываться на мой канал если вы еще не подписаны вязать такое панно очень просто быстро можно сделать любом цвете подходящим под ваш интерьер если прикрепить привязать бусины им перья кружева тесьму то получится ловец снов такой предмет домашнего декора в стиле бога давайте рассмотрим поближе какая красивая салфетка у нас на этом панно здесь есть объемные столбики которые придают рельефность и фактуру но слишком много я тоже их не стала делать чтобы она все-таки была воздушная не перегруженная мне кажется очень подходящая салфетка для изготовления вот такого ловца и так для изготовления такого панно нам конечно же понадобятся нитки для вязания салфетки на этом панно я вязала из пехорки ажурной белого цвета сейчас возьму также пехорку ажурную хочу чтобы они у меня получились одинакового размера и был как комплект и цвет я буду использовать горчица 447 это стопроцентный мерсеризованный хлопок в 50 граммах 280 метров крючком буду вязать полтора миллиметра и диаметр основы у меня получился 22 сантиметра это по внутреннему краю кольца если по внешнему то 25 сантиметров ну конечно же понадобится кольцо деревянная рама на которой мы будем натягивать салфетку вы можете заказать мне такие кольца сейчас не все есть в наличии но я надеюсь что в ближайшее время ассортимент пополнится но если у вас таких колец нет и вы торопитесь сделать такое панно то можно использовать для натяжения пяльца и скрутить обруч из ивовых веток ну здесь уже фантазия что подскажет вам ну и вот я обмотала кольцо джутовым шпагатом бытовым я не распаковывала просто вытаскиваю нитку из середины чтобы он не сыпался не крошился у меня еще есть вот такие пяльца деревянные они уже большого размера и салфетки ну да не побольше эти пяльцы поэтому салфеточки другие на не буду натягивать у меня их много тоже в запасе так как у меня тут производство целое также принесла вам показать такие я делаю обручи из ивовых веток делать их не сложно они твердые хорошо держат форму не полностью уже высохли тоже мне их уже целая коллекция разных диаметров так убираем пока хочу показать еще один вариант колец у меня вот такой набор есть они продаются комплектами это тоже кольца из фанеры но толщина рамок этих намного меньше если вот эти кольца сделаны из сантиметровой фанеры вот эти более тонкие изящные тоже очень хорошие удобные для изготовления ловца снов если вы хотите приобрести такие наборы пишите мне комментариях я свяжусь с вами и обсудим этот вопрос и так делаем начальную петлю набираем цепочку из 6 воздушных 1 2 3 4 5 6 замыкаем в кольцо в первую воздушную петлю при помощи соединительного столбика и вяжем первый ряд 3 воздушные петли 1 2 3 накид хвостик мы сразу будем обвязывать в кольцо провязываем 15 столбиков с накидом и того у нас получится 16 столбиков считая первые три воздушные петли подъема давайте провяжем этот ряд самостоятельно и встретимся в конце ряда и так провязали 16 столбиков с накидом и теперь соединяем в третью воздушную петлю подъема соединительной петлей вершину начального столбика первый ряд у нас готов вяжем второй ряд 2 воздушные петли 12 это у нас начальный полустолбик с накидом накид теперь между вот первым столбиком в которой мы делали соединение и вторым вставляем крючок между столбиков и провязываем два столбика с накидом 1 и сюда же промежуток провязываем второй столбик с накидом накид в следующие два столбика вот во второй и в третий делаем по полустолбику с накидом и так провязали первый полустолбик накид и в следующий в третий столбик также полустолбик с накидом провязали накид теперь в промежуток между третьим и четвертым провязываем два столбика с накидом 1 и сюда же 2 между двух столбиков а теперь по полустолбику с накидом следующие два столбика 1 полустолбик с накидом 3 петли закрываем за один прием накид и в следующий провязываем также полустолбик с накидом теперь в промежуток два столбика с накидом и так вяжем до конца ряда самостоятельно провязали последнюю пару столбиков с накидом теперь нам осталось сделать один полустолбик следующий столбик и соединяем во вторую воздушную петлю подъема в начальный полустолбик вершину соединительной петлей второй ряд у нас готов у нас получилось 16 полустолбиков с накидом и 16 столбиков с накидом вяжем третий ряд 3 воздушные петли 1 2 3 начальный столбик с накидом еще пять воздушных 1 2 3 4 5 накид пропускаем два столбика с накидом следующий полустолбик и в промежуток между первым и вторым полустолбиками вставляем крючок между столбиков не вершину а между провязываем столбик с накидом и еще один столбик с накидом сюда же в промежуток между двух полустолбиков пять воздушных 1 2 3 4 5 накид и снова пропускаем полустолбик пропускаем два столбика с накидом следующий полустолбик и в промежуток между двух полустолбиков также провязываем 2 столбика с накидом 1 и сюда же второй столбик с накидом 5 воздушных 1 2 3 4 5 и снова пропускаем 4 столбика в промежуток вяжем 2 столбика с накидом все продолжаем вязать самостоятельно и встречаемся в конце ряда провязали последнюю арку из 5 воздушных пропускаем 4 столбика и в промежуток между первым и последним полустолбиками вяжем второй столбик с накидом провязали и теперь соединяем в третью воздушную петлю подъема вершину начального столбика с накидом соединили третий ряд у нас готов вяжем четвертый ряд делаем 2 воздушные петли 1 2 накид заводим крючок под первый столбик и провязываем столбик с накидом не до конца накид и сюда же но он у нас на паре 2 получается провязываем еще один столбик с накидом не до конца 3 петли на крючке закрываем провязали начальный кластер из трех столбиков с накидом рельефный в следующую арку из 5 воздушных столбик без накида 5 воздушных петель 1 2 3 4 5 и в эту же арку еще один столбик без накида такая петелька у нас получается на арке из 5 воздушных накид переходим к следующей паре и вот из двух столбиков с накидом и вокруг 1 заводим крючок спереди назад провязываем кластер из трех столбиков с накидом 1 2 3 они у нас рельефные лицевые 4 петли на крючке закрываем 3 воздушные 1 2 3 арка накид и теперь вокруг 2 столбика вот на этой галочке также провязываем кластер из трех столбиков с накидом рельефных 1 столбик не до конца 2 и 3 4 петли закрываем следующую арку столбик без накида 5 воздушных 1 2 3 4 5 и в эту же арку еще один столбик без накида и снова вяжем кластер вокруг 1 столбика потом 3 воздушные 2 кластер все продолжаем вязать по рисунку итак провязали последний кластер нам осталось сделать арку из трех воздушных петель и вместо нее мы делаем одну воздушную петлю и накид полустолбик с накидом вершину начального кластера формируем арку четвертый ряд у нас готов у нас получилось 8 арок из 5 воздушных петель и 8 арок из трех петель вяжем пятый ряд 3 воздушные петли 123 это начальный столбик с накидом и в эту арку провязываем еще два столбика с накидом 1 и 2 2 воздушные петли 12 следующую арочку из 5 петель провязываем столбик без накида 2 воздушные 12 следующую арку между кластерами 5 столбиков с накидом 1 сюда же в эту арку 2 третий четвертый и пятый столбик далее две воздушные петли столбик без накида в следующую арку из 5 воздушных 2 воздушные петли и в следующую арку между кластерами также 5 столбиков с накидом давайте провяжем до конца самостоятельно в арку из 5 петель мы вяжем по столбику без накида между кластерами по 5 столбиков с накидом все арочки у нас из 2 воздушных петель провязали последнюю арку из 2 воздушных петель и теперь в следующую арку нам нужно довязать еще 2 столбика с накидом чтобы также получилось 5 столбиков как и в остальные арки мы провязывали провязали и теперь соединяем в третью воздушную петлю подъема вершину начального столбика с накидом 5 ряд у нас готов у нас получилось 8 групп по 5 столбиков вяжем шестой ряд 3 воздушные петли 1 2 3 накид вокруг следующего столбика вот у нас 4 на группе из 5 2 столбика с накидом рельефные лицевые заводим крючок спереди назад 1 провязали и вокруг этого же столбика второй столбик с накидом накид и вокруг последнего пятого столбика также провязываем 2 рельефных лицевых столбика с накидом эту группу потом и доделаем в конце ряда теперь 1 воздушная петля арочка накид переходим к следующей группе из 5 столбиков и вокруг каждого также провязываем по 2 рельефных лицевых столбика с накидом и так заводим крючок под первый столбик спереди назад провязали столбик с накидом и еще раз под этот же столбик второй столбик накид теперь вокруг второго столбика также провязываем два рельефных столбика с накидом лицевых их еще называют выпуклые столбики провязали еще два столбика вокруг 3 также два рельефных лицевых столбика с накидом накид вокруг 4 это у нас уже 7 8 и вокруг последнего 5 провязываем 2 столбика это 9 10 рельефные лицевые за счет того что мы провязываем рельефные столбики наши цветочки будут такие выпуклые объемные фактурные 1 воздушная петля пропускаем столбик без накида переходим группе из 5 столбиков и также вокруг каждого провязываем по 2 столбика с накидом рельефные лицевые между группами из 10 столбиков у нас арки из одной воздушной петли все продолжаем вязать самостоятельно у нас получится 8 групп по 10 столбиков рельефных встречаемся в конце ряда итак провязали последнюю арку из одной воздушной и нам нужно доделать вот эту группу из 10 столбиков вокруг следующего столбика с накидом также провязываем 2 столбика рельефных лицевых вокруг 2 2 столбика и вокруг среднего провяжем 1 столбик а 1 у нас заменяла 3 петли подъема здесь 5 и в начале ряда 5 провязывали все соединяем в третью воздушную петлю в вершину начального столбика 6 ряд у нас готов у нас получилось 8 арок из одной воздушной петли и 80 рельефных столбиков вяжем седьмой ряд 2 воздушные петли 1 2 накид и вокруг следующего столбика столбик рельефный лицевой не до конца закрыли накиды и петли на крючке накид теперь вокруг следующего столбика также провязываем рельефный лицевой столбик с накидом не до конца 3 петли на крючке закрываем выполнили начальный сплит из трех столбиков с накидом 3 воздушные петли 1 2 3 и теперь нам нужно провязать еще один сплит из трех столбиков с накидом 1 ножка вокруг того же столбика вокруг которого мы провязывали последнюю ножку предыдущего сплита 2 петли на крючке накид 2 ножка вокруг следующего он у нас 9 столбик на группе 10 накид и 3 ножка вокруг последнего 10 столбика столбик с накидом рельефный лицевой 4 петли закрываем за один прием провязали сплит из трех столбиков с накидом 3 воздушные петли 1 2 3 накид переходим к следующей десятки и вокруг на 3 первых столбиков столбиках провязываем сплит первая ножка рельефный лицевой столбик вторая ножка вокруг следующего накид и третья ножка вокруг следующего столбика 3 4 петли закрываем 3 воздушные 1 2 3 и снова вяжем сплит первая ножка вокруг того же столбика куда провязывали последнюю ножку предыдущего накид вторая ножка вокруг следующего столбика накид и третья ножка вокруг следующего столбика вокруг 5 столбика 4 петли закрываем вот мы провязали 2 сплита теперь у нас идет арка из 5 воздушных 1 2 3 4 5 накид и далее мы вяжем снова 2 сплита первая ножка вокруг следующего он у нас уже 6 столбик не в ту же куда провязывали последнюю ножку а он соседней вторая ножка вокруг 7 столбика накид и третья ножка вокруг 8 столбика 3 воздушные а теперь вот вяжем сплит первая ножка у нас идет вокруг того же столбика что и последняя ножка куда мы провязывали на трех последних столбиках на восьмом девятом и десятом также сплит из трех столбиков рельефных лицевых с накидом вот такой цветочек посередине арка из пяти воздушных а две боковые первое и третье из трех петель и между цветочками вот эта арка также из трех воздушных 3 воздушные петли и приступаем провязыванию следующего цветочка вяжем также 4 сплита средняя арка из пяти петель продолжаем вязать самостоятельно и так провязали последний сплит нам осталось сделать арку из пяти воздушных и вместо нее мы делаем две воздушные петли 1 2 и столбик с накидом вершину начального сплита таким образом формируем арку седьмой ряд у нас готов вот что у нас получается вот так выглядит с изнаночной стороны тоже очень красиво так что наше пану будет симпатичная с обеих сторон так вяжем 8 ряд 1 воздушная петля подъема и в эту арку провязываем первый столбик без накида выполнили начальный столбик и еще один второй столбик без накида в эту же арку далее 5 воздушных 12345 следующую арку столбик без накида накид теперь в следующую арочку между вот этих цветочков провязываем 5 столбиков с накидом 1 2 3 4 столбик с накидом и 5 сюда же в эту арку 5 столбиков следующую арку между первым и вторым лепестками столбик без накида провязали далее 5 воздушных 1 2 3 4 5 следующую арку между третьим и четвертым здесь у нас арка из 5 воздушных выполняем три столбика без накида 1 сюда же второй и третий столбик без накида 5 воздушных один два три 4 5 столбик без накида в следующую арку между третьим и четвертым лепестками и теперь в следующую арку также вяжем пять столбиков с накидом 1 2 3 4 5 следующую арку следующую арку столбик без накида 5 воздушных 1 2 3 4 5 следующую арку три столбика без накида 1 2 3 5 воздушных столбик без накида в следующую арку все продолжаем вязать самостоятельно по рисунку подходим к концу ряда провязали последнюю арку из 5 воздушных и нам нужно в следующую арку сделать еще один столбик без накида чтобы также было три столбика без накида сделали теперь соединяем вершину начального столбика без накида 8 ряд у нас готов вяжем 9 ряд 3 воздушные петли 1 2 3 это начальный столбик с накидом накид и в следующий столбик без накида провязываем два столбика с накидом 1 и 2 сюда же следующую арку столбик без накида 5 воздушных 1 2 3 4 5 пропускаем столбик без накида 2 столбика с накидом и в средний в третий столбик с накидом на группе из 5 столбик без накида провязываем 5 воздушных 1 2 3 4 5 столбик без накида в следующую арку накид переходим группе из 3 столбиков без накида и в каждой из них провязываем по 2 столбика с накидом и так в первый столбик 2 столбика с накидом во второй столбик также 2 столбика с накидом и в 3 2 столбика с накидом того 6 столбиков провязали следующую арку столбик без накида и далее идут две арки из 5 воздушных 1 2 3 4 5 в третий столбик на группе из 5 в средний столбик без накида и снова 5 воздушных 1 2 3 4 5 в следующую арку столбик без накида на 3 столбиках вяжем в каждой по 2 также будет 6 столбиков с накидом все продолжаем вязать по рисунку подходим к концу ряда провязали последний столбик без накида и нам нужно доделать также чтобы у нас было 6 столбиков и так в следующий столбик без накида 2 столбика с накидом и в средний в начальный столбик предыдущего ряда еще один столбик с накидом 3 мы провязали в начале и три в конце все соединяем вершину начального столбика соединительной петлей девятый ряд у нас готов вяжем 10 ряд делаем соединительный столбик рельефный лицевой вокруг этого же столбика куда мы делали соединение заводим крючок спереди назад соединили и еще две воздушные петли выполнили начальный столбик с накидом рельефный лицевой вокруг следующих двух столбиков также провязываем по столбику с накидом рельефные лицевые крючок заводим спереди назад провязали три столбика оставшиеся три мы про вяжем в конце ряда далее накид переходим к арке из 5 воздушных и в среднюю петлю 1 2 3 вставляем крючок в саму цепочку провязываем первый столбик с накидом 2 воздушные петли и еще один столбик с накидом сюда же в эту петлю в середину аркой такая галочка у нас на арке 3 воздушные 1 2 3 переходим к следующей арочки из 5 воздушных и также в серединку ее вставляем крючок не под арку а втыкаем прям саму арку в цепочку первый столбик с накидом в серединку в третью воздушную петлю 2 воздушные 12 и сюда же второй столбик с накидом такие галочки у нас между этими галочками арка из трех воздушных на самих галочках по 2 воздушные петли накид переходим группе из 6 столбиков вот этот столбик без накида мы пропускаем вокруг первого столбика заводим крючок также провязываем рельефный лицевой столбик с накидом 1 вокруг следующего 2 вокруг следующего 3 столбик с накидом рельефный лицевой 4 5 и 6 выполните 6 столбиков рельефных лицевых с накидом все это последний такой сложный ряд с рельефными столбиками больше там не будет у нас накид и снова в серединку арки в третью петлю провязываем два столбика с накидом между ними арка из 2 воздушных петель 3 воздушные 1 2 3 на следующий арки также провязываем галочку из двух столбиков 1 столбик 2 воздушные петли и второй столбик с накидом в эту же арку и снова провязываем 6 рельефных столбиков все вяжем самостоятельно подошли концу ряда провязали последние три рельефных столбика с накидом и соединяем вершину начального столбика соединительной петлей соединили так 10 ряд у нас готов вяжем 11 ряд 2 воздушные петли 1 2 это первая ножка начального сплита накид пропускаем столбик и в следующий в последнюю на нас шестой столбик с накидом провязали начальный сплит из двух столбиков с накидом далее 3 воздушные петли 1 2 3 накид и на следующих двух столбиках вот у нас галочка провязываем сплит из двух столбиков с накидом 1 ножка в первый столбик на галочке накид 2 ножка следующий столбик столбик с накидом не до конца 3 петли на крючке закрываем сплит готов далее 5 воздушных 1 2 3 4 5 следующую арку между двух галочек столбик без накида 5 воздушных 1 2 3 4 5 и снова вот на этой галочке провязываем сплит первая ножка в первый столбик столбик с накидом не до конца накид и вторая ножка сплита следующий столбик 3 петли закрываем 3 воздушные 1 2 3 накид переходим в группе из 6 столбиков и вяжем сплит первая ножка в 1 6 накид пропускаем столбик 2 ножка в третий столбик из 6 закрыли 3 воздушные 1 2 3 накид и снова вяжем сплит первая ножка в следующий в четвертый столбик столбик с накидом не до конца закрыли накид накид пропускаем 5 столбик и в 6 вяжем вторую ножку сплита сплит готов 3 воздушные 1 2 3 и теперь на галочки вот на этой вяжем сплит первая ножка в первый столбик и вторая ножка во второй столбик с накидом теперь 5 воздушных 2 арки у нас идут по 5 петель 1 2 3 4 5 следующую арку столбик без накида 1 2 3 4 5 и снова вяжем на галочки сплит и так у нас три арки из 3 воздушных далее две арки из 5 так чередуем вяжем по рисунку и встречаемся в конце ряда и так провязали последний сплит и вместо арки из трех воздушных делаем одну воздушную петлю и полустолбик с накидом вершину начального сплита 11 ряд у нас готов вяжем 12 ряд воздушная петля подъема и в эту арку которую мы формировали провязываем столбик без накида выполнили начальный столбик без накида далее 5 воздушных 12345 столбик без накида в следующую арку снова 5 воздушных 1 2 3 4 5 столбик без накида в следующую арку накид и теперь столбик без накида провязываем 3 столбика с накидом 1 сюда же 2 и 3 столбик в этот же столбик в следующую арку столбик без накида и далее у нас идут 4 арки из 5 воздушных петель 1 2 3 4 5 столбик без накида в следующую арку 1 2 3 4 5 следующую арку столбик без накида 12345 следующую столбик без накида 1 2 3 4 5 столбик без накида в следующую арку накид и снова в столбик без накида провязываем 3 столбика с накидом 1 2 и сюда же в этот столбик третий столбик с накидом в арку столбик без накида и далее снова 4 арки из 5 воздушных продолжаем вязать по рисунку и встречаемся в конце ряда подходим к концу ряда нам осталось провязать последнюю арку из 5 воздушных и вместо нее мы делаем 2 воздушные петли и столбик с накидом в начальный столбик без накида формируем арку 12 ряд у нас готов вяжем 13 ряд воздушная петля подъема и в эту же арку провязываем столбик без накида выполнили начальный столбик без накида далее в следующий столбик без накида 3 столбика с накидом вяжем 1 такие веерочки у нас будут из трех столбиков с накидом 2 сюда же в этот же столбик и третий следующую арку столбик без накида и в следующий столбик без накида такой же веер из трех столбиков с накидом 1 2 и 3 следующую арку столбик без накида и далее у нас идут две арочки из 7 воздушных петель 1 2 3 4 5 6 7 переходим вот к этому вееру из трех столбиков и в средний столбик столбик без накида 7 воздушных 1 2 3 4 5 6 7 следующую арку столбик без накида в следующий столбик без накида 3 столбика с накидом в арку столбик без накида в следующий столбик без накида снова 3 столбика с накидом в арку столбик без накида и далее идут две арки и из 7 воздушных петель все продолжаем вязать 3 веерочка 2 арки 7 петель встречаемся в конце ряда провязали последнюю арку из 7 воздушных теперь в следующий столбик делаем также веер из трех столбиков с накидом и соединяем вершину начального столбика без накида соединительной петлей соединили тринадцатый ряд у нас готов вяжем 14 ряд 3 воздушные петли 1 2 3 это начальный столбик с накидом и сюда же в этот столбик без накида куда мы делали соединение провязываем еще один столбик с накидом переходим к веерочку и в средний столбик 1 пропускаем во второй столбик без накида накид пропускаем столбик с накидом и в следующий столбик без накида вяжем также три столбика с накидом такой же веерочек пропускаем первый столбик из трех и в средний столбик без накида далее идут три арки из 7 воздушных 1 2 3 4 5 6 7 следующую арку столбик без накида 1 арка готова снова 7 воздушных 1 2 3 4 5 6 7 следующую арку столбик без накида и третья арка 1 2 3 4 5 6 7 и теперь в середину веерочка в средний столбик столбик без накида 3 арки у нас накид в следующий столбик без накида 3 столбика с накидом веерочек пропускаем первый столбик во второй столбик без накида пропускаем столбик с накидом 3 и в следующий столбик без накида вяжем также три столбика с накидом такой же веер из трех столбиков с накидом и на следующем веере в средний столбик столбик без накида и далее идут три арки из 7 воздушных петель 2 веера 3 арки так чередуем вяжем по рисунку и встречаемся в конце ряда подходим к концу ряда провязали последнюю арку из 7 воздушных столбик без накида в средний столбик накид и теперь откуда мы начинали ряд вот у нас отсюда уже два столбика выходит провязываем еще один столбик с накидом 3 и соединяем вершину начального столбика с накидом в третью воздушную петлю подъема соединительной 14 ряд у нас готов вяжем 15 ряд 1 воздушная петля подъема и сюда же в этот столбик куда мы делали соединение провязываем столбик без накида выполнили начальный столбик без накида накид следующий столбик без накида в третий столбик мы пропускаем следующий через один провязываем 3 столбика с накидом такой веерочек пропускаем столбик с накидом следующий и во второй вот на этом группе из трех столбик без накида 7 воздушных 1 2 3 4 5 6 7 арка следующую арку столбик без накида снова 7 воздушных 1 2 3 4 5 6 7 следующую арку столбик без накида 7 воздушных 1 2 3 4 5 6 7 следующую арку и последняя арочка 4 1 2 3 4 4 1 2 3 4 5 6 7 столбик без накида в средний столбик без накида пропустили первый столбик с накидом пропустили и во второй в макушечку веерочка столбик без накида накид пропускаем третий столбик с накидом и в следующий столбик без накида также провязываем 3 столбика с накидом пропускаем столбик с накидом и в следующий во второй столбик без накида все далее снова идут 4 арки из 7 воздушных петель и один веерочек продолжаем вязать по рисунку встречаемся в конце ряда подошли к концу ряда нам осталось провязать последнюю арку из 7 воздушных и вместо нее мы делаем 3 воздушные петли 1 2 3 и столбик с двумя накидами столбик в начальной без накида формируем арку 15 ряд у нас готов вяжем 16 ряд воздушная петля подъема столбик без накида в эту арку которую мы формировали выполнили начальный столбик без накида 7 воздушных 1 2 3 4 5 6 7 и вершину веерочка в средний столбик 1 пропускаем во второй столбик без накида 7 воздушных 1 2 3 4 5 6 7 следующую арку столбик без накида так вяжем по кругу все арки у нас из 7 воздушных петель в каждую арку провязываем по столбику без накида и вершину каждого веера средний столбик также столбик без накида вяжем по рисунку и встречаемся в конце ряда и так нам осталось провязать последнюю арку и вместо нее мы также делаем 3 воздушные петли и столбик с двумя накидами вершину начального столбика без накида формируем арку 16 ряд у нас готов вяжем 17 ряд 3 воздушные петли 1 2 3 накид сюда вершину столбика с двумя накидами провязываем столбик с накидом 3 воздушные петли 1 2 3 накид и сюда же вершину столбика с двумя накидами при помощи которого мы формировали арку провязываем еще два столбика с накидом нас получается ракушка из 4 столбиков посередине арка из 3 воздушных петель далее 1 воздушная петля накид переходим к следующей арке можно провязывать столбики под арку но мне больше нравится когда вставляем крючок в саму арку и в четвертую петлю в среднюю провязываем такую же ракушку 2 столбика с накидом прям серединку арки втыкаем крючок 3 воздушные петли арочка и еще 2 столбика с накидом сюда же в эту воздушную петлю такая ракушечка 1 воздушная между ракушками у нас арочка переходим к следующей арке и также серединку ее провязываем 4 столбика и посередине арочка из трех воздушных обвязываем такими ракушечками провязываем их в каждую арку между ракушками 1 воздушная петля вяжем самостоятельно подошли к концу ряда провязали последнюю ракушку 1 воздушная петля арка и соединяем в третью воздушную петлю подъема вершину начального столбика с накидом 17 ряд у нас готов вяжем последний 18 ряд делаем соединительный столбик следующий столбик с накидом и в следующую арку 1 воздушная петля подъема и в эту арку провязываем 2 столбика без накида 7 воздушных 1 2 3 4 5 6 7 следующую арку 2 столбика без накида 7 воздушных 1 2 3 4 5 7 следующую арку 2 столбика без накида так вяжем по кругу провязали последнюю арку из 7 воздушных и соединяем вершину первого столбика без накида соединительной петлей все салфетка у меня готова сейчас примеряем ее диаметр на кольцо подходящий размер если вдруг вам салфетка маловато можно еще сделать несколько рядов арок так что подбирайте размер или деревянной рамы или салфетку тогда под размер кольца все на этом я вязание заканчиваю делаем закрепку сейчас прячем хвостик нити и можно натягивать эту основу на деревянную раму ну вот я натянула салфетку на раму использовала для этого такие льняные нитки они очень прочные их невозможно порвать руками тоненькие специально взяла светлые нитки чтобы потом через джутовую нитку когда мы будем обтягивать деревянную основу не просвечивался и вот она у меня под светром эта ниточка как раз что получается пока осталось только нам обтянуть джутовой шпагатиком джутовым также между арками по 5-6 объем делаем один обвив в саму арку потом опять 5-6 смотри с какой плотностью будем укладывать нитки парами обматываем 1 объем идет в раму в арочку эта работа несложная просто требуется немного времени и терпения усидчивости все обматываем деревянную раму джутом и наши пану будет готова но вот готова и вторую пану я оплела раму мне кажется такая обмотка добавляет больше стиля стиля бога этому пану она как-то более уютно выглядит как видите делать такое пану на стену легко просто быстро я думаю вы не пожалели что присоединились и вместе со мной связали и сделали такое украшение декор для дома если вам понравилось это видео ставьте большой пальчик вверх не забывайте подписываться на мой канал вяжите с удовольствием всем ровных петелек и до новых встреч